Вы знаете, мы считали сейчас, что это 25-й фестиваль, будем считать его юбилейным, потому что в начале 90-х годов первое мероприятие состоялось. Конечно, айкидо в Сибири, я думаю, такое основное положенное, когда приехали сюда представители айкидо из Японии, это было не было в 91-м году, то есть тогда еще вообще что такое айкидо здесь в Новосибирске вообще даже не представляли. Была у нас какая-то перепечатанная книжка у Гайкова, там какие-то картинки были в КАКАМО. Плюс я в 89-м году был в Польше, в Москве, в какие-то семинары, ничего не понял по айкидо. Ну так вот. И тут приезжают сразу 11 мастеров, среди которых был, ну, из для вас известных, это были, как говорится, БАКАЯМАТА в СИЦЕ и был, может быть, кто-то из вас знает, ИМАНО в СИЦЕ. Все остальные, сейчас уже, наверное, их имена ничего не говорят. Вот у них были от первого и до шестого дана, их был уровень. Вот. Тогда все занимались каратэ, но тем не менее делегация японцев приехала, всех распределили, и они проводили тренировки, были общие тренировки, плюс они как-то это самое. Я вот, закрепили за Масаки Сан, третье данное у него было в КАКИДО. Мы с ним выезжали каждое утро, в 6 утра работали в Зельцовский парк. Он заставлял публикаться по асфальту там, показывал какие-то. И вот самое интересное, вот у него, что я запомнил, он ничего не понял, но вот он, как эти ниндзя, показывал вот эти вот все переплетения пальцев, всегда говорил, что это очень важно. Зарисовать не получилось, а видео тогда, ну, только в видеокамеру, когда они его жалеют. Итак, значит, смотрите, вот это вот был первый приезд, он как бы ознаменовал вот эту, как бы, скажем так, эру Айкидо в Японии. Конечно, за 25 лет сейчас очень много, так сказать, адептов этого боевого искусства там и это. Но я что хотел бы сказать, вот, ну, тоже был в числе, ну, был и, можно сказать, я остаюсь, потому что я не выходил из их, это самое, в 2004 году получил третий дан про Айкидо, но потом мои учителя умерли, вот, ну, и, значит, так вот, соответственно, такой вот такой вот, я вас всех, ну, как бы, уважаю, рад вас видеть на совместных семинарах и хочу, чтобы вы представляли себе такую прямо дружную команду, чтобы вот, вы прямо едиными целями и идеалами двигались вперед. Ну, немного затянул, но давно не... Давайте с вами поговорим о том, что это самое, вот, наш общий знакомый, и, которого вы хорошо знаете, и, как доказано, наш учитель, вот, Сергей Леонидович, он сюда приезжал уже очень давно, и он занимается и Айкидо, и Дайдарю, и у него, получается, он работает, скажем так, это не тренировка, а он все время называет это изучением. То есть есть, ну, как бы, мы изучаем с вами Айкидо, изучаем способы воздействия, скажем так, на противника. Ну, это я хочу с вами поделиться, может быть, каким-то моментом, и вы, конечно, там, много из вас на его семинарах были, ну, хочу с вами поговорить. Давайте начнем все вольтаться, да? Значит, первое, ну, всеми известное пункт ухода, да? Значит, смысл здесь в чем, вот, как я просто предлагаю, вариант, вы должны абстрагироваться от этих захватов и научить через захваты работать именно с ним. Не смотрите на эти точки. Если вы будете только на них, в совершенцах, ну, пытаться, там, повернуть их и тяжелить их, то у вас в байбахе перейдет физическую площадку. Смотрите на его плечи. То есть установите, как бы с ним взять, смотрите на его плечи. Теперь вам нужно расслабиться. Вы расслабляете все, он расслабляет. Я из занятий понял, что самое трудное – это научиться расслабляться, да? Еще раз. То есть чуть-чуть вошли в нем, устанавливаем связь. А долго не будет, но вы меняет взаимодействие. Оно появляется только тогда, когда вы, чтобы вот эту точку сдвинуть, вы сначала устанавливаете связь, потом вы можете ее двигать. А вот до этого момента вы можете вот здесь что угодно делать, вот на него это не влияет. Соответственно, когда вы работаете, я посмотрел, и некоторые из вас пытаются это делать нарывок. Ну то есть если сильно одерживать, то понятно, вы начинаете там. Вот. Но здесь не получится. Вы должны научиться это делать как бы медленно. Вот входите. Понятно, что, допустим, смысл нашей техники заключается в том, что если у вас маленький опыт, на ком-то получается, но есть большой людей, на которых не получается. Но с помощью вашего опыта вы увеличиваете количество людей, на которых вы можете воздействовать. Да? Ну вот. Итак, вы вошли. Теперь вам нужно плечи, смотрите, вы их загружаете. То есть не эту точку, когда вы сюда давите. Видите? Вот такое происходит. На плечи. Не нужно. Так. Давайте еще. На плечи. Да, начнем. Вот. 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 Как только у вас ничего не получатся, то есть вы... И такое-то вот кокер, насколько я понимаю, кокер, это, как я читал, что единственное упражнение, которое можно делать на вдохе, да, на вдохе и свертовании, всё это пришло. Как только вы почувствуете, что у вас напрягаются мышцы, вот вы делаете, вы не можете это сделать на вдохе, за счёт этого, значит это уже, насколько я понимаю, не то. Вы должны вот это делать, чтобы ваш, даже если он держит, тембр голоса не менялся. Это всё, да? Давайте, нажимаем. Когда вас плотно держат, плотно держат, как бы, самое простое упражнение, самое сложное. Вам нужно сделать это так. Понятно, что просто это делать, когда он меня не схватит. Ну, когда он вас схватит, встать, и он держит вас плотно, да? Что вы? Вы должны также, как цепочка, установить связь. А теперь сделать вот этот вход так, чтобы у него не было ощущения, что у него рука разрывается. Если я буду делать, ну, он сильно держит так, и никакого воздействия не нужно сделать так. Вот, вы видите, у него было ощущение, что он не может отпустить. Ну, как бы, у Юрия, может быть, и желания такого не возникает, да? Когда мы говорим про айкидо, имеется такое вот, которое, ну, не то, что бесконтактное, но с таким минимальным контактом, это всё как раз из уровней вот этих грущей. Полупсихология, но связана с воздействием на противника. Итак, смотрите, что я вам рекомендую? Ну, вот такие два ключевых момента. Первое, это вот между двумя пальцами большим и указательным, то есть вы туда загружаете, да? Не поднимая плечо. А второе, контролируйте вот эту связь между вот этой частью и своим запястьем. Как только она начинает вот так разорваться, контакт потеря. Всё, техника закончилась. Вот, потому что, как только он начинает мне разорвать, я сразу перейду во что-то, другое. Он не должен это почувствовать, да? Итак, первая точка, то есть вы сюда, а второе, сохраняйте контакт. Старайтесь это как бы медленно делать и отслеживайте все пункты, начиная от самого начала и до этого. Смотрите, вот эта точка, запомните, она не двигается вообще. Вообще не двигается. Вы сейчас вот точно так же, как с одной рукой, вот сюда будете воздействовать, да? И вторую, вообще не берите во внимание, её нет, это только кажущаяся. Да. То есть вот. Но как только вы начнёте вот на эту руку давить, а эту тянуть сюда, у вас весь эффект пропадёт, то есть не будет техники. Вот эта точка неподвижная. Сейчас входите только вот по той же схеме, как вы видите. Вот сейчас она всё уже не рабочая. А сейчас вы приводите в действие вот эту руку. И бороться с двумя руками. Вы вот только с этой рукой, да? Вот это для вас сейчас не существует. То есть вы вот сюда влезете. А теперь начинаете вот эту руку. И вы, вот куда она направлена, эта рука, вот она сюда смотрит, да? Вот сюда её двигается. Вот он постарается держать вас, ну, хорошо. Чтобы у вас не было иллюзий, чтобы у вас, ну, как бы... Вот мы в каких-то, в 2000-х годах, Ситера Леонидовича, вы, наверное, все его эту лапу чувствовали на себе. И вот были у нас такие эти самые состояния, когда вот у меня тоже, знаете, нездоровая рука. Ну, имеется в виду в плане маленькая. Вот. И были такие вещи, когда не получается, ну, не понимаешь. Но пытаясь вот это сделать, и ощущение было такое, как... Зажали руку в тиске, и ты пытаешься её сломать своим усилием. Понимаете? Ну, вот, нет, не за счёт этого всё делается, да? И так вот он держит, да, вот эту точку. То есть это на месте. А теперь вот эта рука полностью сейчас отключена, она не работает. А сейчас все эти участники. Давайте поднимаем. То есть, вот через это... Может, он не какшится просто, держится как-то. Вот. Опять же, смотрите, вот здесь ничего не происходит. То есть вы вот, если медленно смотрите, надо его... Включаем. Так, можете попытаться... Давайте мы попробуем защитку. Попробуйте. Какая Güney tatsächlich всем будет разб platform. Подписывайтесь на весь по миру. Там это хорошо.